Быть нелюбимой дочерью – большое испытание. Быть неродной и нелюбимой дочерью – двойное испытание. Кристине было всего семь лет, когда девочка осталась без матери. Отец быстро женился вновь. Мачеха постоянно выдавала недовольство. То постель криво застелена, то комната не убрана. Отец Кристины занимался зарабатыванием денег для содержания семьи, и ему было некогда заниматься дочерью. Иногда по ночам Кристина пыталась вспомнить нежные руки матери, но никак не могла. Всю собой заслоняла недовольная гримаса мачехи Антонины Павловны. Спустя много лет от образа матери остались лишь обрывки воспоминаний. Девочка старалась жить так, чтобы никому не мешать, а прежде всего мачехи. Когда Кристине исполнилось восемнадцать, Антонина Павловна сказала, что нужно идти на работу, и сидеть у себя на шее она больше не позволит. Мачеха занимала должность в администрации города и могла бы помочь в трудоустройстве, но этого она не стала делать. Она сказала, иди работать куда хочешь, хоть дворником, только от меня подальше. Не позорь меня, и помогать я тебе не буду. У меня нет образования, я бы хотела учиться и приобрести какую-то специальность, сказала Кристина. А кто тебе мешает? Работай и учись. Твои проблемы, сказала мачеха. Мачеха постоянно твердила отцу Кристины, чтобы она сняла квартиру и съехала от них. Пусть не мешает нам жить. Кристина устроилась на работу официанткой. Сначала было тяжело, а потом она привыкла. К ним в кафе стал захаживать симпатичный молодой человек. Они познакомились, и между ними завязался роман. Девушка поверила в чистую любовь, а потом Кристина сказала своему парню Андрею, что она ждет ребенка. Андрей даже не возмутился, а спокойно отказался от Кристины и от будущего малыша. Кристина не знала, как сказать правду родителям, но время шло, и живот рос. Прошло восемь месяцев. Кристина скрывала живот. Ей это удавалось, она носила свободную одежду. Но однажды ночью Кристина проснулась и пошла на кухню попить воды в одной ночной сорочке и не одела привычной широкой одежды. Вдруг на кухне неожиданно зажегся свет. В двери стояла мачеха. Она уставилась на живот падчерицы и заорала, как сумасшедшая. На ее крик прибежал отец Кристины. Не понимая, что произошло, молча смотрела на дочь. Она нас опозорила на весь город. Что теперь нам делать? Кристине стало плохо. Она услышала отчетливые слова мачехи. Она сейчас родит. Давай вызовем скорую, сказал отец испуганно. Кристину привезли в больницу. Но ребенка она потеряла. Оставшись одна, Кристина вышла из палаты и пошла, куда глаза глядят. Сама не зная, куда идет. Но идти надо было подальше от этого дома, который принес столько несчастья. Кристина не заметила, как оказалась на мосту. Она огляделась. Около скамейки увидела маленькую коробку. В ней находился маленький ребенок. Она взяла ребенка на руки и потеряла сознание. Кристина очнулась на крыльце больницы и ничего не помнила. Ее долго лечили, а ребенок был здоровенький, с ним все было в порядке. На шее у маленького мальчика Кристина обнаружила маленький кулон с изображением Богородицы и высеченной буквой Л. Она сразу поняла, что ребенок не ее. Кристина в больнице подружилась с санитаркой Екатериной Петровной и поделилась, что домой возвращаться не хочет из-за плохих отношений с мачехой. Петровна в день выписки увезла Кристину к себе в деревню. Там было много брошенных домов. Они выбрали более подходящий и Кристина с ребенком заселилась в дом. Кристина была очень рада и благодарила Петровну. Прошло 16 лет. Кристина работала в школе уборщицей. Однажды вечером Кристина домывала коридор. Директор школы пригласил ее к себе в кабинет. Завязался разговор. Елена Сергеевна налила чай и предложила присесть. Они долго разговаривали и подружились. На выпускном вечере сын Кристиной получил золотую медаль за окончание школы. И она гордилась сыном. Елена Сергеевна снова пригласила Кристину в кабинет поговорить о ее сыне. Кристина пришла, но директриса отложила беседу на более позднее время. Она спешила на линейку и в торопях обронила цитратку. Это был личный дневник Елены Сергеевны. Кристина невольно начала читать. Из дневника она узнала, что судьба у директрисы такая же, как у нее, и родила ребенка в тот же день, что и Кристина. Елена тогда была совсем молоденькой и не могла ослушаться родителей. Они заставили написать отказ от ребенка. В дневнике был написан кулон, который успела Елена украдко одеть на сына. Кристина поняла, что это сын Елены Сергеевны. Она так увлеклась чтением, что не заметила, как зашла Елена Сергеевна. Извините, я прочитала ваш дневник, хотя и не имела права, но это даже к лучшему. Я завтра принесу вам кулон, который вы одели моего Витеньки, сказала Кристина. На следующий день женщины снова беседовали о своих судьбах и о сыне. Елена Сергеевна и Кристина решили ничего не говорить Вите. Он ведь только жить начинает. Елена Сергеевна сказала, переезжайте ко мне в дом, а то у вас дом не очень хороший. Все вместе будем жить, и я с сыном буду тоже рядом. Обе матери встретили открывшуюся правду с открытым сердцем. Спасибо тебе за сына, ты правильно его растишь и воспитываешь, сказала Елена Сергеевна.